Я очень рада приветствовать вас в нашем выставочном зале «Смольный». И хочу заметить, что эта выставка открывается после долгого периода молчания. В период молчания мы знаем, чем, собственно говоря, здесь связано. Приветственное слово, передаю для приветственного слова очередь Димнозе Кушнозаровой, Кушнозаровой Лаваровой, известителю директора Елены Вакинцевой. Добрый день, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас на открытии нашей долгожданной выставки. Мы все очень ждали. Я называю эту выставку «Выставка обо всех нас», потому что это на то время, которое мы пережили вместе с вами. Как всем известно, что проект стартовал в мае ночь в музеях, в период пандемии, когда мы все сидели в инзаляции. У каждого свой уникальный опыт, воспоминания, впечатления о времени, которое войдет в историю. Как сказала моя коллега, эта выставка «Живая история» — это действительно так. Оффлайн-режим был обязательной частью проекта. Сейчас мы все можем это увидеть. Лично мне эта выставка, когда я проходила, дала ощущение вернуться в тот мир, в то время, когда мы переживали это все. Но только со стороны посмотреть все образы, которые были рождены в период многочисленных ограничений. Я хотела бы поблагодарить наших партнеров, Никиту Сазонову, группу 10, и всех причастных к этому проекту. Спасибо вам большое. От идей до реализации выставочного проекта порой проходят годы. Может, выставочный проект длится 2-3 года. Это выставка рождалось в совершенно других условиях, достаточно стихийно и быстро. Как очень быстро новые реалии вошли в нашу повседневную жизнь, так же быстро хотелось исследовать этот феномен. Что же это такое, собственно говоря, случилось с нами? Почему мы все оказались вдруг в заперти дома? Кто-то из нас очень сильно боялся, переживал за свои думающие. Кто-то переживал это состояние с помощью различных видов искусства. И, собственно говоря, это выставка о тех людях, которые переживали это с помощью искусства, пытаясь постигнуть это время творчески. Я передаю слово художественному руководителю проекта, дизайнеру Никите Санзонову, который, собственно говоря, являлся одним из авторов и кураторов этого проекта. Добрый день всем. Выставку можно рассказывать очень долго. И, конечно, не буду ваше время на это отрадить. Можно зайти и все это посмотреть. Я, наверное, одно скажу, что у нас была очень большая надежда, что в ноябре это все закончится, и мы как-то выйдем с этим проектом. И все вздохнут и скажут, да, это было. И здорово, что мы можем это все посмотреть и вспомнить об этом. Но реальность оказалась такова, что нынешнее время, оно даже еще пожестче, чем предыдущее. Потому что такая самоизоляция, которая была, это была все-таки возможность спрятаться. Сегодня спрятаться нам сложнее. И поэтому, наверное, период самоизоляции завершился. Какой-то наступает новый период, за которым, может быть, мы тоже сделаем когда-то проект. Ну а сейчас я приглашаю вас на выставку для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы, может быть, вспомнить. И если у вас по результату посещения выставки возникнет желание внести тоже часть своего воспоминания, часть своего, не знаю, рисунка, фотографии, аудио, видеофайла, сайт работает, и мы по-прежнему принимаем заявку. Потому что мы очень надеемся, что наш проект, а он уже обрастает связями не только внутри нашей страны, но и за рубежом, я имею в виду такого же плана проекта, он наверняка вольется в какую-то общую базу, базу информационную, которую не мы, а наши, так сказать, последователи, они уже смогут изучать и думать, и смотреть, и решать, что же это будет за период. Нам пока сложно это сделать, мы можем только предоставить вам результаты того, что будут присланы во время нашего проекта. Спасибо большое, приятного вам нахождения и любого всего здоровья. Пока звучали наши приветственные речи, Владимир Лило начал уже готовить интересную инсталляцию. Это инсталляция из креатива и посуды. Это одноразовая посуда. Я думаю, что много одноразового появилось сейчас, в последний период времени, и мы все этим пользуемся. У каждого из нас хотя бы на лице одноразовая маска. И вот эта посуда, и вообще нагромождение одноразового, разового использования появилось достаточно много. И вот этот перформанс, он тоже такой вариант размышления об этом одноразовом. Собственно говоря, что за новый Вавилон мы строим. Ну и хотелось бы передать еще слово Андрею Владимировичу Пудряшову, начальнику экспозиционного выставочного отдела, который также является куратором этого выставочного проекта. Большое спасибо Никите Сазонову. Благодаря этому проекту, выставочному зале смотрим и видим, не только выставку-инсталляцию, которая производит сильное впечатление. Действительно, я ходил по ней и понял, что некоторые вещи уже забылись. И только благодаря этому проекту, они сам не только в нашей памяти, но и в памяти культуры, потому что это выступительный проект, который вписался в историю музейного дела. И спасибо художникам, которые выразили свои желания, свои согласия участвовать в этом проекте. Мы здесь увидим ряд работ высокого художественного уровня, и я думаю, что есть работы, которые войдут в фонд того и музея. Мы с вами очень срочно не было. Спасибо. Вообще не усыдь, когда...